Здравствуйте! В эфире программа «Рамки закона» студия ведущей Алексея Круглина, наш постоянный гость, эксперт-адвокат Валерий Стадник. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, Алексей! Сегодня мы поговорим о коронавирусе, о той эпидемии, пандемии, которая распространилась на весь мир и которая угрожает не только простым гражданам, но и бизнесу. Бизнесу в той части, что касается уничтожения этого бизнеса, по сути. Итак, Валерий, вопрос широкий. Я предлагаю начать потихонечку с точки зрения права в отношении граждан, я имею в виду при соблюдении режима самоизоляции, при соблюдении режимов лечения. Какие последствия наступают в том случае, если это не соблюдается гражданами. Ну и продолжить дальше уже нашу программу вопросом о том, каким образом, какие принимаются нормативные права в акте, какие совершаются действиями государственными органами, в той части, которая позволяет защитить бизнес от такого неожиданного поворота событий в отношении, особенно объектов, связанных с торговлей, гостиничного бизнеса. И сферы услуг. Итак, Валерий, давайте, я думаю, не очень долго, но кратко попробуем поговорить о том, что и как, за что отвечает простой гражданин. У нас есть у всех обязанности, так назовем эти, да, в период объявления чрезвычайной ситуации, в период объявления карантина и в период объявления иных ситуаций, предшествующих объявлению чрезвычайной ситуации, либо объявлению карантина. В настоящий момент, да, всем гражданам в отношении, да, неопределенного круга лиц у нас предписана самоизоляция, запрет деятельности предприятий определенных и конкретный список разрешающий деятельность предприятий, в том числе малых предприятий, которые в настоящий момент больше всего страдают от этого. Поэтому выполнение данных предписаний, данных требований, это как раз имеется наша гражданская обязанность. Ну вот смотрите, мы говорим о том, что есть обязанности, которые возложены постановлением губернатора, а такие постановления имеются и в свободном доступе, я прошу наших телезрителей изучить их самим в интернете, свободно можно это найти. Есть определенные действия со стороны федеральных органов, я к ним отношу в том числе и указ президента об объявлении нерабочей недели сначала, потом уже месяца по сути. Так вот, если все-таки кто-то из граждан игнорирует такого рода требования, много сейчас звучало в федеральных СМИ о том, что будут приниматься поправки. Вот для наших телезрителей, для зрителей Мурманской области, мы напомним еще раз, это очень важно, поэтому я прошу вас напомнить еще раз, какого рода может быть ответственность. Предусмотрена ли административная ответственность за то, если человек нарушает режим самоизоляции? Да, да, в настоящий момент у нас приняты поправки государственные, думаю, утверждены, приняты, значит, вступили в силу, это изменение, дополнение, значит, в кодекс административных правонарушений. У нас новый появился там состав, допускающий, да, привлечение граждан за нарушение таких правил, предусматривается на первый раз предупреждение, в последующий раз это денежные штрафы. Штрафы могут быть очень существенными, в зависимости, я думаю, от той ситуации, в которой произошло данное нарушение. Также, вот, как вы указали, у нас внесены, значит, дополнения в уголовный кодекс, соответственно, у нас нарушение требований законодательства будет нести за собой уголовную ответственность в данной части, противоэпидемиологического, так скажем, области охраны общественного здоровья, да, эти преступления, они относятся. И там лишение свободы вплоть до 7 лет в случае наступления тяжких последствий. Это, конечно, ну, очень серьезное наказание, это очень серьезная санкция. Это преступление, получается, у нас отнесенное к категории тяжких, и в данном случае, как правило, только лишение свободы. Но будет не 7 лет, пусть оно будет 2-3, но это лишение свободы предусматривает. Ну, как вы считаете, у нас много разных составов административных правонарушений, составов преступлений, предусмотрено уголовным кодексом, кодексом Российской Федерации административных правонарушений, соответственно. Так вот, будут ли работать эти нормы? Вот в сложившейся ситуации, не все работают, это юристы практики, это все знают, ну, и это не секрет. А в сложившейся ситуации будут ли эти нормы работать? И как вы думаете, смогут ли эти нововведения ограничить распространение коронавируса путем установки барьеров, я имею в виду уголовной и административной, повышенной уголовной и административной ответственности? Ну, насколько успешно они будут работать, сложно сказать, должны об этом судить специалисты, эпидемиологи, врачи, значит, вирусологи. И мое мнение, что они нацелены на это, данные нормы. Все мы, как обыватели, понимаем в том, что минимизировать общение, изолировать, это первый шаг к тому, чтобы исключить заболевание. В любом случае исключить заболевание. Принятие лично каждым мер, направленных на собственную защиту, то есть применение средств индивидуальной защиты, применение средств антисептиков каких-то, обработка рук, обработка ручек, дверных, обработка помещений, значит, каких-то общего пользования. Это, конечно же, приведет только к положительным результатам, это изменит динамику только в положительную сторону. И в данном случае, как я всегда говорю, это вот именно гражданская обязанность каждого из нас максимально сделать возможное в этом направлении. Максимально обезопасить себя, свою семью, своих родных, близких, своих соседей. Тем самым мы обезопасим все наше общество в целом. Ну скажите тогда, как вы относитесь к тем мерам, которые предпринимает правительство Российской Федерации, президент, правительство Мурманской области? Как вы считаете, являются ли они обоснованными и, может быть, достаточными, я имею в виду, с точки зрения нормативного регулирования? Ну, сейчас сложно сказать, насколько они будут успешными, эти меры. Потому что выводы будут делать после того, как пройдет, значит, данная пандемия, после того, как все меры будут отменены. И уже тогда будут выводы о том, насколько они были успешными, эта помощь. Но в настоящий момент мы понимаем, что спектр этих мер и именно предложений от государства, он очень широкий. Начиная от онлайн-семинаров, обучений для работы предпринимателей через удаленный доступ, через сеть интернет, денежная помощь, целевые кредиты на выплату заработной платы работникам в период простоя, кредиты на развитие, может быть, бизнеса в части, производство средств индивидуальной защиты, обработки помещений, зданий, сооружений, то есть какой-то санитарный, то есть на это все предусмотрены гранты. Есть целевые гранты для предприятий, которые существенно занимают место в экономике страны и в экономике региона. Да, туда тоже будут выделены денежные средства. Но я думаю, что нам все-таки надо больше застрить внимание на малом предпринимательстве и на нашем регионе. Валерий, вы плавно подошли к тому вопросу, который я хотел задать, а именно к тому, как вы оцениваете с точки зрения закона меры, предпринимаемые правительством Мурманской области, губернатором Мурманской области в частности. Как вы считаете, они адекватны в сложившейся ситуации? И могут ли они оказать существенное влияние на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса? Это очень широкий спектр. Насколько мне известно, средства массовой информации, потому что мы сейчас по-другому не можем получать информацию, со страницы губернатора в сети ВКонтакте, Инстаграм. Это очень широкий спектр. Он предусматривает очень большой объем помощи. Я думаю, что для Мурманской области этого будет вполне достаточно для того, чтобы все-таки те предприниматели, чей бизнес временно впал в застой, временно не могут они отшлять данную деятельность. Я думаю, что тех средств поддержки будет вполне достаточно. Опять же, хотелось бы, Алексей, выказать, что надо не забывать, что никто, лично губернатор или из его команды, не постучится в дверь предпринимателя, не придет и не предложит. Все эти меры носят заявительный характер. Нужно предпринимателям уже сейчас начать принимать меры к тому, чтобы воспользоваться этими грантами, этими кредитами и этой помощью. Необходимо в письменном виде обратиться. Начнем с того, что можно обращаться по месту жительства, органы местного самоуправления. С использованием электронной почты это будет еще быстрее. С использованием сайта госуслуг. Следующее. Необходимо направить уведомления в органы налоговой службы по месту регистрации индивидуальных предпринимателей или предприятий о том, что приостановлена ваша деятельность с какого-то числа. С этого периода у нас прекращается начисление определенных налогов. Это социальный налог. Пенсионный в этот период, он не будет взыматься. То есть приостановить необходимую деятельность. Ну и, соответственно, войти в контакт, в переписку с органами власти и рассматривать возможность предоставления такой помощи. Ну и, соответственно, решить вопросы с наемными работниками. То есть каким образом им будет оказана помощь. Либо это будут получены кредиты для выплаты заработной платы, либо, значит, работники будут по сокращению штатов уволены, либо, значит, по соглашению сторон работники будут уволены, станут на учет в центре занятости и будут получать минимальный размер оплаты труда, который у нас гарантирован губернатором. Необходимо это сделать сейчас, прямо в это время. Почему? Потому что после, я думаю, что уже можно не попасть в эти программы, потому что она именно нацелена на этот период времени. Ну да, действительно, это правда. Но я здесь хочу дополнить, уважаемые телезрители, что это не заявительный порядок, это понятно. Но и мы служим вместе здесь в программе для того, чтобы наш бизнес, наши граждане знали свои права и знали, что необходимо и нужно обращаться. И мы об этом и говорим специально для наших телезрителей. Но есть еще один немаловажный аспект, это то, что и органы власти стараются максимально возможно донести до бизнеса ту информацию от тех мер, которые предпринимаются. Вот мы, например, можем говорить, что сегодня вечером будет проводиться онлайн-встреча губернатора Мурманского области непосредственно с представителями субъектов малого и среднего бизнеса. Это тоже направлено на то, чтобы обеспечить поддержкой тех, кому она наиболее необходима сейчас. Но и меры поддержки, которые предпринимаются на уровне субъекта Российской Федерации, они, конечно, очень широки. Я напомню о том, что идет речь и о возможности снижения налоговых ставок, о возможности выделения грантов, о возможности предоставления выплаты, повышения выплат тем людям, которые уволены в результате вот такого кризиса, разразившегося сейчас из эпидемии, из пандемии. Валерий, давайте вот здесь мы видим положительную работу органов власти. Мы поговорили в первой части программы об ответственности граждан. Сейчас тогда следующий у меня вопрос возникает. Есть ответственность граждан, есть положительная работа органов государственной власти, в частности губернатора Мурманской области. Это мое мнение, я это вижу. То есть это действительно совершаются определенные действия. А теперь как мы можем оценить ту ситуацию, когда должностные лица вдруг на разном уровне, это могут быть должностные лица органов местного самоправления, может быть другие должностные лица органов госвласти, может быть это будут люди, которые работают непосредственно в медицинских учреждениях, когда они не исполняют свои обязанности, и в результате этого страдают те же самые предприниматели, если это мы касаемся вопросов бизнеса, или простые граждане, если это касается здоровья. В данном случае необходимо напомнить о том, что любое преступление это не только действие, но и бездействие. Поэтому бездействие, то есть такая пассивная форма совершения преступления, может быть допущена действительно и должностными лицами, и медицинскими работниками, любыми гражданами, в том числе правоохранительными, может представительными, правоохранительных органов. Поэтому хотелось бы указать, что данные факты необходимо фиксировать, и в зависимости от того, здесь конечно оценочные такие осуждения, насколько будут нарушены права, насколько будет вред существенным для гражданина или предпринимателя, может стоять вопрос о возбуждении уголовного дела по обычным статьям, это превышение, либо злоупотребление должностными полномочиями. А может быть и халатность? Я хотел сказать о том, что да, возможно это даже халатность, когда это действия определенные были прямо предусмотрены должностной инструкцией, нормативным актом, и наступили какие-то последствия тяжкие действительно для кого-то, то в данном случае, конечно, может и халатность быть в действиях этих лиц. Ну, в данном случае, это вот оценку, конечно же, даст у нас правоохранительные органы, скорее всего, это будут органы Следственного комитета, там сидят профессионалы, они, я думаю, что установят, какой состав в действиях того или иного должностного состава имеется или не имеется. Ну, я телезрителям расскажу, о чем мы все-таки говорим с Валерием. Вот, например, ситуация, касающаяся заражения той же самой этой инфекцией, коронавирусом, каких-то граждан в результате бездействия должностных лиц больницы. Если, например, вдруг не предпринимаются все возможные и предусмотренные санитарными нормами и иными нормами действия к тому, чтобы ограничить распространение инфекции от других заразных больных, то тогда мы можем говорить, что должностное лицо в результате такого рода бездействия допустило распространение болезней и, не дай бог, если наступит смерть заболевшего, то здесь это должностное лицо больницы в данном случае будет отвечать в полном объеме. Что касается должностных лиц, например, органов местного самоправления, органов государственной власти, то мы всегда должны понимать, что есть конкретные сроки рассмотрения обращений, проведения определенного рода процедур. Разные вопросы могут быть абсолютно, по которым обращаются как субъекты малопредпринимательства, так и граждане. Так вот, если вдруг неисполнение обязанностей надлежащим образом повлекло причинение, опять же, тяжкого вреда здоровью либо смерти, то мы также можем говорить о возможности оценки действий должностных лиц на предмет соответствия законодательству и на предмет совершения ими преступления. Но здесь не только причинение вреда здоровью, мы еще можем говорить также и о причинении имущественного вреда. Это также серьезные последствия, которые могут наступить для каждого из телезрителей, для каждого из нас. Так вот, всегда каждый человек, я правильно понимаю, должен анализировать свои права и свои обязанности. И здесь мы и говорим именно об этом, в этой студии. О том, что каждое право и обязанность, оно есть как у одного человека или юридического лица, органа, так и у другого. То есть, и баланс должен быть в том, чтобы права одних не нарушали, права других граждан или других субъектов вообще. Не важно, кто это, физическое лицо или юридическое лицо. И когда мы говорим о заболевании, о борьбе с заболеванием, о борьбе с тем, чтобы получить меры поддержки, мы всегда должны говорить также о соблюдении баланса. Вот мы здесь находимся в студии сейчас в масках. Почему? Потому что Валерий не хочет, чтобы вдруг он заразил кого-то. И я не хочу кого-то заразить. Но мы не хотим заболеть, если вдруг кто-то рядом окажется, заболевший этим же самым коронавирусом, либо другим заболеванием. Так вот, и в этом случае мы пытаемся соблюдать баланс. Именно тот баланс, который должен быть. Это к вопросу самоизоляции. Давайте взвесим, насколько наши права на то, чтобы ходить по городу, общаться с кем-то, перевешивают права другого на здоровье. Ну, такого быть не может. То есть, если речь идет о том, чтобы посидеть две недели дома, например, или речь идет о том, чтобы кто-то погиб, не дай бог, от того, что ты ходишь по улице и заражаешь. Это совершенно разные вещи. Правильно? Ну, если взять, понятно будет, где важнее. Важнее, конечно же, жить в человеке и здоровье человека. Это всегда. Мы об этом говорим. И я призываю граждан все-таки соблюдать вот этот баланс. Призываю людей принимать максимально возможные меры к тому, чтобы предотвратить распространение инфекций, как коронавируса, так и других инфекций. И быть внимательным и к себе, как и к окружающим. А что касается субъектов малого и среднего бизнеса, то субъекты должны понимать, что да, есть меры, которые предоставляет государство, предоставляет правительство Мурманской области, федеральное правительство, губернатор Мурманской области. Они сделали все для того, чтобы максимально возможно облегчить прохождение вот этого периода субъектами малого и среднего предпринимательства. Да, где-то могут быть какие-то шероховатости, но тем не менее цели понятны. Так вот, и субъектам малого предпринимательства, и среднего предпринимательства надо понимать, что требовать излишков в этой ситуации невозможно. Можно привести к тому, что мы обрушим бюджет. Надо пытаться, не злоупотребляя своим правом, получить необходимое, выжить и дальше развиваться уже в нормальном русле. Тем более, что меры предпринимаемые правительством Мурманской области, они направлены на развитие аж в течение следующих трех лет. Я имею в виду снижение налоговой нагрузки на субъекты. Итак, Валерий, долго я сегодня рассказывал нашим телезрителям. Горячая тема. Да, тема горячая, много сейчас. Монолог у меня получился такой, ну, видимо, накипело уже постоянно. Смотрите, это все, что происходит в мире. Так вот, как вы считаете, теперь с точки зрения юриста оценка, правильно я говорю или неправильно? Алексей, вы все говорите правильно, я с вами целиком полностью согласен. А также хотелось бы сказать, что неоднократно у нас мнение звучит о том, что мир изменится, да, то есть наше общество изменится после данной пандемии, объявленной в стране. Переоценка, да, произойдет определенная переоценка ценностей. Кто-то потерял работу, кто-то потерял источник дохода именно по той причине, что не был официально оформлен, что зарплата платилась в серую, там, в темную, или там, в конвертах. Оформление, трудовые договора носили номинальный характер, то есть защита труда носила номинальный характер. И сейчас вот все эти моменты, я думаю, что они как раз, ведь мир будет другим, он не станет хуже. Я думаю, что пройдет переоценка только в лучшую сторону. Мы переоценим, сделаем выводы определенные, да, правительство сделает выводы в отношении, да, бюджетов, в отношении необходимости открытия дополнительных больниц, строительства, ведения дополнительных должностей, ставок врачей. Я надеюсь, что эти выводы будут сделаны. Ну, а граждане все-таки сделают вывод для того, чтобы трудоустраиваться официально, заключать официальные трудовые договора, в полном объеме требовать от работодателя полный пакет документов, соблюдения техники безопасности, правил труда и всех остальных, гарантированных нам законом. Они есть, у нас есть нормы, есть законы, которые гарантируют нашим работникам их права. Поэтому я думаю, что после таких вот серьезных срязок, после того, как многие потеряли работу, я говорю еще раз, да, источник дохода, граждане, которые не были официально оформлены, на будущее они все-таки будут оформляться правильно, и это предотвратит, да, в случае таких ситуаций, утрату возможности заработка, утрату возможности источника иного дохода. Ну и сейчас реально тоже правильно говорите, и это понимают те же государственные служащие, которые говорят о том, что давайте снизим вот эти вот выплаты на сотрудников с 30 до 15 процентов. Это тоже направлено на то, чтобы легализовать, убрать эту серую схему приема работников без оформления трудовых договоров, без надлежащего вообще оформления какого-либо, не то что трудовых договоров, без даже там и приказа-то не издается приема на работу. Возможно, будут выводы сделаны в пользу страхования таких рисков, да, то есть выплаты каких-то страхований о своей ответственности, вот мы платим, да, получая полис ОСАГО, мы страхуем свою, да, гражданскую ответственность. Возможно, пойдет развитие страхования своей деятельности, рисков на такие вот ситуации, страхование работников на случай утраты, да, возможности получать доход. Я думаю, что только в положительную сторону будет мир меняться Спасибо, Валерий. На этом мы программу будем завершать. Я призываю наших телезрителей не плевать в колодец, в данном случае не плевать в других членов общества, соблюдать меры безопасности, думать о том, что все мы друг другу можем когда-то пригодиться, не только наши близкие, но и все мы, я имею в виду, все наше общество. Поэтому берегите себя, своих близких и просто окружающих вас людей. Малому и среднему предпринимательству я желаю в свою очередь перебороть эту сложную ситуацию, воспользоваться теми мерами поддержки, которые есть, но без мошеннических схем прошу обязательно обратить внимание на это. До встречи в программе «Рамки закона» в следующий вторник. Продолжение следует...